я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и время очередного выпуска программы доживем до понедельника мы в эфире в студии григорий гельфер евгений гендин и елена кальянова добрый вечер как обычно прямой эфир у нас в течение программы работает телефон 370 3101 прямой номер ждем ваших звонков и ваших сообщений я хочу сказать что у нас же в программе мы разделились два на три один ведущий симпатичный осенний парень вот скорпион который вот сама такой вот едва есть два ведущих они телец и близнец тельцам и поздравили вот майский а вот у нас есть близнец в едином лице и очень оправдывает свой знак этот вот он один за двоих во всем григорий гельфер гарик мы поздравляем драгоценное время даже на драгоценного гарика здоровья счастья и чтобы ты не тянул что никто тебе не перебивал во время эфира а у нас фейсбук есть вот и вы можете задавать фейсбук наш такой хэштег писать туда вопросы критиковать спрашивать комментировать мы прочитаем это прямом эфире назовем вашу фамилию все ваши данные спасибо я очень тронут но предыдущим высказывание спасибо за поздравление действительно я отметил я хочу сказать что я очень рад что мне удалось вот встретить свой день рождения по крайней мере с утра я был на последнем звонке своей родной школе потому что отзвенел последний звонок и 92 тысячи значит спиногрызов до отправились ну кто вузы а кто и в лагеря вот потому что у нас на самом деле 160 лагерей значит ждет 10 тысяч школьников значит на на каникулы это очень здорово я был своей школе родной подшеф на на моем округе отчитался что будем ремонтировать какой асфальт по лыжу нибудь как обычно средний крыши и асфальт и даже сочинил будете класть асфальт или асфальт я даже сочинил четыре строчки желаю чтобы каждый выпускник был умным образованным веселым чтобы люди выйдя многого достиг и закатал в асфальт родную школу что все выпускники за детство я хочу сказать что последний звонок он прозвенел не только для 92 тысяч школьников и лагеря ждут не уже не ждут уже не ну по крайней мере есть шансы потому что было 24 мая такая шоу операция где там две тысячи полицейских там 500 военных прокуроров вертолеты в общем короче говоря таким жестким гребнем прошлись по всей бывшей налоговой верхушки и серединки и низинки вот по всей вот этой вот значит команде минсдоха и говорят что но кого задержали и много кому чего нагрозили а что будет дальше да народ же хотел крови чтоб сражения сядут усе да чтоб сразу их прямо расстреляли чтобы сбросили с вертолета и так далее но мышь типа в европу надо хотя бы над европой их выбросить европа и все-таки типа наказали немножко забывает что как бы есть залог и прочее ну да у нас и конечно есть это уже порочная практика такая что да потом отпустят и так далее кстати носирова назвали ценным свидетелем посмотрим как как это было всяком случае масштабная операция я бы не спешил ни зраду ни перемоги разгонять и назову цифры факты цифры фамилии задержано в принципе процессуально это называется задержано 23 человека причем это топовая такая но там же при я на ки такую налоговую то это просто очень системный был бизнес на миллиарды вот эти налоговые ямщики налоговые вот были под значит под стражей на между прочим находится 12 человек из 22 23 человек на месяц да я не нет но до двух же месяцев с возможностью внесения альтернативного залога сумма этого залога 400 миллионов но вот по-разному за кого-то 10 за кого-то миллион за кого-то 100 миллионов под залог выпущено 7 человек под общий залог 35 миллионов под личное обязательство то есть без залога 4 человека общая сумма залога 400 порядка 444 миллионов изъято денежных средств причем мне понравилось что долларов больше изъято в миллионах гривен если изъято 3,8 миллиона гривен а долларов 5 5 с половиной миллионов до чуть удивляет они 680 тысяч евро 3,7 килограмм золота больше чем на кальяновой сейчас серебра 50 кило серебра в принципе брюлик автоювелирных изделий 215 штук крутых часов ну вот не таких а покруче даже чем у меня 25 штук авто и плавсредства 25 предметы искусства 51 но при этом же говорили вот вертолеты то есть аваков мне понравилась рентабельность расписал что на операцию потрачено 330 тысяч гривен ну я так понимаю это суточные спецназу заправка вертолетов и так далее 330 тысяч гривен а вот залог 444 миллиона то есть это рентабельная операция рекордсмены по инкриминирована больше всего некоему башуку я вот не помню как у ченков да шевченковская киевская рада 72 убытков 7,2 десятых миллиарда антипов луганской налоговой и вообще был не корону он с ефремом считался главной короли луганской 6,7 миллиарда но при этом почему-то он выпущен под залог весьма небольшой вот но при этом по залогу рекордсмены бондаренко это святошинский район 150 миллионов залога денисюк это экс-харьковская и наш шинкаренко до 100 миллионов днепра а вообще из днепра три фамилии четыре фамилии вернее это вот этот шинкаренко который область возглавлял липинский некита левобережная объединенная огни сокращенно огни госналоговая инспекция и ольга корсун это хировская баллонолога и зам вот шинкаренко казак сумма от ущерба аваков говорит вообще этой налоговой ямы 96 миллиардов что превышает сумму всех ведомств бюджетах но посмотрим еще что происходит перетягивание каната между силовыми ведомствами все хотят доказать свою состоятельность и набу и пока состоятельность только у налоговика но вот поэтому изымает она за зарем я просто обратил внимание что луценко когда выступал он сказал что а вы заплатите там 18 или сколько-то там процентов и спите спокойно то есть это такой вот посыл что может быть будет такая налоговая амнистия вот как в грузии там заплатили люди по 10 по 20 миллионов долларов по 50 и все упростили за не ну пусть но по крайней мере хоть в бюджете деньги появятся мне кажется нашу страну это не спасет пока там кто-то хотя украину не ждут да да мало мы неделю не виделись какие-то произошли у меня гражданство другой страны вот меня например как-то на той неделе поразили фотографии которые гуляли по многим средства массовой информации и в социальных сетях 26 мая наш президент петр порошенко был с рабочим визитом в одессе и вот на подступах ко всем локациям которые он там посещал он там открывал лестницу эту реконструкцию много у него было да да после реконструкции а вот везде где он должен был побывать выставили такое металлическое заграждение как писали сми а попросту говоря забор и люди простые люди которые пришли посмотреть на президента поучаствовать в этих мероприятиях они смотрели на все это сквозь забор то есть не перед порошенко забор поставили перед людьми да да чтобы они не прошли вот в те места где он передвигался и были обнародованы также фотографии там студентов таких специально отобранных студентов у которые были с плакатами господин президент спасибо за безвиз вот они были допущены в места где где находился президент отрыжки конечно говоря господин президенты а не пан уже тогда бы да писали ну и вот такие для меня яркие слова одесского журналиста максима войтенко он написал осознает ли порошенко что для него уже создан такой уютный искусственный мир а вот по его сторону спешно возведенного забора об заранее подготовленного ну вот живет он в своем таком мире может быть и налоговиков тоже также он живет в своем мире но иногда в этот мир там входит какая-то информация которая из-за забора да из-за забора ну я не знаю насколько это фейк или это не фейк но тем не менее есть как бы ну исследования социус и рейтинг это вроде какие-то такие же известные вот социологические службы они замеряли президентский рейтинг и значит утверждают что рейтинг порошенко составляет 13,2 у юли тимошенко 12,9 и внимание да святослав вакарчук 12,3 ну то есть как бы не системный кандидат но тем не менее ему проще понимаете это порошенко он приедет там у людей вызовет недовольство и у него на процент упадет а вакарчук напишет хорошую песню и ничего и у него сразу вырастет это же уже подготовка к выборам выйдет вакарчук и порошенко конечно понятно что это технологически поставьте вакарчука поставьте бейонсе и проведите а шварценеггер выиграл на самом деле это вещи такие опасные все таки ну как бы там дальше у нас идет кто там гриценко и лишко по 10 бойко 8 рабинович 7 садовой 6 после мусора ну в общем какая-то так сказать президентская движуха единственное а что рабинович мусор да потому что ты сказал садовый 7 после мусора а перед этим рабинович не все все не мусор и отобраны так сказать я мы реально не ну не будет рабиновича бы поспорачав скоро сортировать рабиновича опасно спорщаться просто вообще насчет любого рабиновича лучше вот смотри три года президентства и 13 процента я просто говорю о том ладно вакарчук пусть поет но в принципе это говорит о том что он у нас нет такого лидера вот так пересеклись а у меня тоже вот и соц исследования при этом мы не будем меряться но я считаю что как бы разумков разумков очень серии центра зумкова из всех этих соц этих я все-таки я но это мое субъективно не платят за это доверяю все-таки исследованием мы не знаем об этом я не глобально это все равно но это как некий некий средств провел исследовала первых я даже не с президента начну а вот доверие кому доверяют больше всего волонтерам 66 процентов церкви к сожалению с моей точки зрения 63 процента именно церкви вообще с институту церкви да с сбройным силам почему-то меньше 56 процентов добробаты 45 процентов мчс 45 процентов это те институты которым доверяют больше чем не доверяют а вот президент 22 на 72 то есть 22 процента доверяют 72 не доверяют кабмин 13 сейчас по убыванию 13 на 82 нацбанк 11 на 81 верховная рада 9 процентов только доверяют 87 не доверяют суды 7 из новых институтов набу все равно конечно отрицательный рейтинг чуть выше 21 процент доверяют 65 не доверяют президентские выборы если сейчас проходили среди тех кто намерен голосовать порошенко 10 и 3 тимошенко 9 и 5 то есть в межах как говорят статистически я думаю что она бы а во втором гриценко 9 процент на втором туре говорят она 5 процентов но в розумкова этого нету гриценко 9 процентов всегда перед как задолго до выбора гриценко высокий рейтинг потом рабинович 8 ляшко 7 и 8 бойко 5 и 8 садовой четыре с половиной еще просто для интереса савченко и последов где-то порядка двух с половиной процентов рейтинг и последний это верховная рада здесь тоже в межах статистичную по похыпки батьковщина 11 и 2 лидирует бпп 9 и 8 то есть 0 3 0 4 их разделяет громадянская позиция полковника 9 и 8 это больше а 2 да это один да то почти полтора процента хотел бпп подыграть но не получилось громадянская позиция 9 и 6 за жизнь рабиновича лихо прет 8 с половиной партия ляшко 8 с половиной самопомощь я укроп 6 половина я дойду и вот обвел с это свобода правый сектор азов просто представляющий некий объединенных правых националистов 4 и 2 укроп рейтингу кропа 2 процента и принципе как бы я перс я лично для себя действительно бину я и вообще нет на партии в общем-то по большому счету но плевать как бы она не завалась лишь бы него по блок но к укропу антипа понятно что много связывает но я считаю я читание но я считаю этот проект уже как бы не очень имеющий будущее до саакашвили полтора процента в результате всего шума в на данный демальянс который как бы пытается представить какой-то он что-то сила 0 ну бог показал 0 вода стар но я с тенденция очень стрёмная очень вот такая она невкусно скажем так старые теряют все возня вокруг старых новые не приобретают потому что они ведут себя как старые вот новые ведут как старые а старые понятно что это все навязано понятно нет идеологических партий по большому счету понятно как места там распределяются понятно что потом происходит потом кто-то говорит что на помойке подобрал а потом происходят выборы и люди говорят на на поле голосовать что же но большой процент неопределившихся больше там треть населения не мужей в парке не придавшись кого в президенты кого в президенты джизинского все вот ушел человек на прошлой неделе до сбегнев джизинский человек который в общем-то во многом определял мировую политическую мысль на восемьдесят девятом году жизнь известный политолог американский политолог поляк по происхождению умер и вот говорят что может что-то измениться и в отношении украины тоже под поскольку его считают одним из таких идеологов он украине отдавал очень большую роль и цитата его он говорил о россии говорил что россия может быть либо империи вот в мировом масштабе либо демократии но тем и другим но не тем и другим одновременно но без украины россия перестает быть империи с украиной же подкупленной или подчиненной россии автоматически превращается в империю вот так вот он формулировал геополитическое значение нашей страны это был конечно могучий старик ну и он а по поводу россии он кстати я помню он сказал что россия может рассказывать иметь сколько угодно ядерных боеголовок но поскольку элита держит 500 миллиардов долларов в наших банках то это непонятно чья элита поэтому как бы америка победила в холодной войне и должна вести себя это тоже не без него он же вот приложил большую такую руку распаду из империи зла да ну да это потеря ну и у нас вот потеря у нас в три это ну как бы она так может быть не столь трагическое но очень драматическая а поскольку команда днепр значит теперь не будет играть в высшие лиги они там была такая игра с карпатами когда или 2-0 а потом 3-2 проиграли это было в общем то такая рубежная точка после этого значит вот было поражение отворства то есть все вне зависимости от игры в последнем матче кончается эпоха ну по крайней мере та эпоха великого днепра который был она к сожалению заканчивается это очень обидно потому что два года назад днепр был финалистом кубка европы это же не навсегда не ну все и все не навсегда но хотелось бы чтобы еще может быть это когда выходит программа доживем до понедельника мы могли радовать ну и победами днепра ну надеемся что недолго там будет но любители спорта нет любители спорта могу обрадовать что гопак признан теперь спортом вот боевой гопак поэтому на его возможно понадобится я не сомневался да боевой как хотелось бы радостный гопак танцевать вместе с хаванагилы вот но непростые какие-то дни сейчас до переживая том числе и сейчас расколола на внара по разные стороны к сожалению много сейчас происходят вещей которые немножко там возбуждают общество раскалывать на разные стороны в нашем городе имеют в нашем городе это назначение резонансное которое все-таки надеюсь отменится резонансная борисом филатовым руководителем муниципальной кто кто-то путает как силовой государственного нет муниципальное коммунальное предприятие муниципальная полиция он же официально название вроде да я не с чиновник не видел офицер фейсбуке не фейсбуке то есть назначение руководителем муниципальной гвардии вместо значит типа правосека я далек вот бывшего начальника днепровского беркута значит андрея ткаченко я далек от вот этих вот идеалистичных знаю как трудно принимаются решения знаю ситуацию города и тяжесть но есть вещи которые там очень трудно их можно понять но трудно принять и вот это я это назначение могу понять но не могу лично я там будучи вот я прямо заявляю не могу не могу принять да это ответственность филатова выбранного людьми мэра его ответственность его политическая воля он несет ответственность выбрали мэра он набирает команду все это я понимаю да я понимаю реал политик так сталкивались знаем невозможно белых перчатках все это прекрасно, знаю, в отличие от Фейсбука, Фейсбук же знает больше, знаю про этого Ткаченко, он не с нуля для меня, знаю, что прошел эту безумную иллюстрационную проверку, знаю, помню, нюансы 2014 года, когда споры насчет глуховерия были, да, бэкграунды у них все, дай Боже, но знаю, как скажем, жесткими методами, вот, когда он же командовал от Ткаченко ППС, как там контрдиверсионные делались вещи и так далее, патрулировать вокзал автобуса из Луганска, знаю, что был в АТО и так далее, то есть много, знаю, как пытаются качать город, опять же, знаю, что эта ситуация, насколько с разных сторон пытаются качать город, и все равно, условно говоря, если ход с Епифанцевой, который я тогда в эфире этой программы назвал похудшим, но дроевовым, я мог объяснить, потому что это восстановить парализованный горсовет, там, расколы по блоку и так далее, он этот ход ломал, но я понимал его из глуховерии точно так же, я не боюсь гневов из буха и чисток, я поддерживал назначение в данной ситуации, как житель этого города Клавио, то здесь... Ну, тем более, это не Филатов, да, да, и тем более, это не Филатов. Здесь я вот, как бы, внештатный советник, там, ну, товарищ, ну, я не могу принимать, то есть слово Беркут, оно... И по связи на сочинственность. На самом деле, я советую почитать пост другого советника Максима Музыки, которому точно так же, ну, как, очень много вопросов, очень много справедливого, несправедливого. Лейбл Беркут все равно, как бы, для меня, ну, то есть в миллионном городе все равно найти, ну, как бы, хотя, да, это дело Филатова, риски и ответственность его, но вот я, как бы, принять это, это не значит, мне не надо писать заявление, потому что я не на работе. Мне вообще ужасно грустно, мне кажется, неужели нельзя вот без вот этих идеологических... Очень трудно, можно было бы... Без этого ремнии... Без этого ремнии, да, можно. Я просто думаю, что... Так на каждом шагу в любой теме... Ну, в такой ситуации просто Филатову не следует ждать, что его советники за него объяснят, и не следует рассчитывать... Нет, он объяснит. Он объяснил, он все достаточно просто... Фейсбуке, это на самом деле... Фейсбуке сейчас инструмент это орудие. Нет, какой инструмент, кого-то можно забанить, кого-то можно и дальше послать. То есть, в принципе, ну, сделай пресс-конференцию, то есть, ответ на вопросы в живьем. То есть, в принципе, ну, раз берешь на себя ответственность, это было бы там, ну, честно, по-пацански. Я... Может быть, все-таки... Ну, еще не было, во-первых, официального. Я понимаю, что я не владею всей картиной, не вижу шахматной доски, я не хочу всякими розами, соплями подходить, но я лично, как бы, мне это... Я... Что от меня зависит, буду... Вот ты знаешь, вот я продолжу то, что я сказала, вот нужно сейчас избегать, мне кажется, во всех сферах. При этом стратегически поддерживая все равно Филат и не бросая все наши проекты, то есть, жизнь не останавливается, проекты город понимать надо. Жизнь сложная, сложное время, ты правильно сказал, вот в начале своей речи. Мне кажется, что просто вот нужно избегать вот этих столкновений. Вот то же самое. Я хотела, кстати, у вас спросить, вот это, в общем-то, и не важно, да, но вот как быть с теми, с теми публичными особами, с артистами, например, которые там вот одной ногой в России, которые продолжают полотить гонорары, там, работать, концертировать, там, я не знаю, вести всяческие, там, премии. Лободы концерт на этой неделе, вчера, по-моему, буквально был в Одессе, должен был быть в ночном клубе Одессы, и там, да, сорвали активисты, настроенные крайне отрицательно по отношению к ней, и там и бойка была такая, драка, достаточно серьезно, ее даже эвакуировали, там, на катере вывезли куда-то, потому что люди были очень агрессивны. Вот что с этим, казалось бы, это не важно, да, и те люди, которые пришли на концерт, приобрели билеты, мне удивительно, что есть такие люди, которые ходят, там, фанаты. Полно таких людей. Они были возмущены. Их можно понять, как и тех, кто терял, тех, чьих родственников русская поля. Да, да, вот настолько здесь двояко. Ну, она что, ну что, только за то, что она выступает в России. Ну, не надо сейчас выступать в России, вот хотя бы какое-то время. Хорошо, ну, ты не надо, не спроливайся. Не провоцируйся. Ну, я считаю, что просто любые вот методы и подходы, которые, ну, опираются на насилие, на запрете, на, ну, ожесточение, они, в общем-то, несут ответную реакцию, такую же, это только поднимает конфликт. Не нравится, ну, не единая ее концерт. Но, с другой стороны, этот градус в обществе, в том числе, подогревается, и я, может быть, вот пожертвовать... Все ведь по закону, да. Но это действительно, вот мы сейчас, болевой момент. Вот смотрите, мы где, когда мы начнем жить по закону? Я не... для меня нету вот четкого ответа. Вот смотрите, с одной стороны, да, мы выходили, я повторяю, мы выходили, там, с первого дня, там, типа, за европейские ценности, либерали, потом, конечно, это совпало с национальным становлением, потому что для меня Украина начала становиться, и у меня ее не было, я могу вот сказать. Сейчас. Да, да, сейчас. Последний год. Для того, чтобы жить по закону и так далее. И вот, вот это, когда мне аргументы говорят, ну, ведь тогда же тоже очень много действует, в 13-м, 14-м году, если бы вы действовали по закону, если бы там на Грушевского не кидали, это же многое было не по закону, нарушались законы, наподали на себя. Не бывает. Во Франции было много революций не по закону. И сейчас. Так все революции не по закону, всех свергают и убирают Ну, сейчас действительно, раскрою, у меня нету совершенно четкого, мне омерзительно выступление, условно говоря, то есть лично для меня, вот выступление в России, грубо там, Лабаден. Сейчас, да, не потому что там. Но, не омерзительно, в принципе, как бы, срыв ее концерта, там, с мордовой, ну, точно так. Да, ну, то есть где остановка, где вот этот момент остановится, да. Которые говорят, ну, она же ничего не нарушала, закон об разрешении, правильно. Ну, у меня, вот я сижу перед телевизионной камерой, у меня нет ответа. Нет ответа. Для себя у меня нет ответа. Да, 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 да. Потому что, на самом деле, мы находимся внутри процесса. Когда ты говоришь о становлении, то становление, там, ну, государства, нации, общества, оно происходит не за один день, не за два дня, там, а гораздо дольше. И Украина в этом смысле специфическая страна, потому что в ней этого еще никогда ничего не было. Это разрыв, Гарик, я тебе, может, мы много этим уделяем, но это просто болевает. Я, к одной стороны, я, читая новость, вот Лабада выступил, я слышу, а что такое? Нам надо дружить, мы мир, во мне все закипает, понимаешь, я знаю, что принимал Днепр, сколько принимал Днепр, но потом я вижу, это все расмоскали, вот это все, начали все запретить, вот это то же самое. Это борьба в каждом из нас. Здесь есть борьба эмоций и вот закон, да? Как правильно, по закону или по эмоции? Ну, эмоции всегда вступают тогда, когда закон недорабатывает, правильно? На самом деле, все равно надо опираться на какие-то базовые вещи, позитивные. Вот нам позвонил на прошлой программе, да, там человек, значит, вот Восковский Евгений Николаевич по поводу памятника Красносельскому, который разрушен, развалин. Мы с ним встретились, он пришел к нам на комиссию, и мы этот вопрос, как бы, ну, я его подниму на сессии, потому что это необходимо вот восстановить, понимаете? И мне кажется, что вообще подход тому, что надо восстанавливать то, что разрушено, достойное, оно, в общем-то, важно, и тогда мы увидим, какая страна у нас есть, какая, ну, и какая она должна быть. Вот, Евгений Николаевич, спасибо вам. Вот я все-таки хочу, мы коротко скажем... Есть польза от нашей программы. Да, коротко продолжим тему культуры, закончим, вернее, очень мало осталось времени, мы про культуру в двух словах, как всегда, скажем. Я все-таки хочу поделиться, прикольная очень новость, мне прислал и телезритель, Игорь Петровский, проватника. Помните Майкл Флинн, советник вот этого Трампа, если вы знаете такого человека, которого там убрали, да, за связи с Россией, оказывается, во время своего короткого прибавления в Белом доме Майкл Флинн трудоустроил ватника. В Совет национальной безопасности на должность старшего директора разведывательных программ был назначен некий Эзра Коэн Ватник. Обычно кто-то занимает из высших руководителей ЦРУ с опытом эту должность, а Ватник у этого был Эзра Коэн. 31 год, и у него была работа мелким оперативником в Афганистане, и были очень его оттуда, за неспособность его выгнали. Он перевелся в военную разведку, работал чуть-чуть с Флинном, и этого оказалось достаточно до взлета. И попытка нового советника уволить ватника окончилась ничем. Ватник по-прежнему пока остается... Давайте раз уточним, что ватник это фамилия. Ватник это фамилия. Эзра Коэн, я догадываюсь, что он по национальности, что не мешает быть ему ватником. Про культуру... Про культуру, ну да, ну ватники ватниками, а культура продолжается. У нас завтра и послезавтра игры Днепровской лиги смеха. Приходите в аэрокосмический центр. Я думаю, будет весело. Приехало много команд, самых разнообразных. Будут шутить. И я очень рад, что удалось программе «Культурная столица» помочь мероприятию, которое уже четвертый год проводится. Очень масштабное, особое. Мы поддержим самые разные, чтобы в городе расцветали все цветы. Фестиваль конструкции, фестиваль современного искусства, новых аудиовизуальных средств. В течение 9 дней, с 3 по 11 июня, на самых разных локациях, открытие будет в парке Шевченко, это перформансы. Спасибо, Михаилу Лысину. Да, перформансы, инсталляции, воркшопы. Приезжают музыканты, альтернативная музыка, разная музыка из Чехии, Израиля, Армении, выставки, воркшопы. Там перформансы, я же не слишком сложные слова, говорю, Грузия, Беларусь. Ты уже по второму кругу. Да, мы уже запомнили. То есть следите за рекламой. Я очень рад, действительно, что фестиваль конструкция в этом году с еще большим замахом, размахом. В этом фестивале еще... В рамках культурной истории. Да, я это сказал. И что очень важно, что это фестиваль о городе, о городском пространстве, о нашем общем городском пространстве, о взглядах на городское пространство, как его заселять, чтобы оно было живое. И мне надо заканчивать, да? Да, мы уже заканчиваем. На сегодня все время наше вышло. Акации цветут, соловьи по-прежнему поют в Днепре. Так что хорошего вам настроения, хорошего лета, которое уже вот по прогнозам синоптиков началось. Цветите и пойте. Скоро будет день защиты детей, да, там все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Жизнь продолжается. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok